Схватка Чтобы разобраться в этом баттле, мы пригласили 16 игроков на нашу съемочную площадку. А вникнуть в детали происходящего нам поможет легендарный тренер Скотт Джонсон. Скотт – это настоящий рэгбийный гуру. Он известен тем, что работал со сборными Австралии, США и Шотландии. Хорошая схватка – это чертовски классно. Ничто не может сделать меня более счастливым. Рэгби – это самый опасный командный вид спорта в мире. А треть самых серьезных повреждений и травм игроки получают как раз во время схваток. Ну что ж, давайте покажем миру, что такое схватка. Займите свои позиции. Итак, вот как это должно работать. Наклонитесь. Коснитесь. Пауза. Вошли. Вы видите, как две команды связались вместе. Мяч вбрасывается по центру между соперниками. В этот момент только двое центральных игроков первой линии с каждой стороны, которые называются хукерами, могут пытаться отыграть его ногами. Причем сделать это нужно так, чтобы игровой снаряд оказался сзади них у товарищей по команде. Мяч отыгран командой один. Закончили. Доктор Роберт Брей – неврологический и спинно-мозговой хирург, бывший игрок в регби. В регбийной схватке основное давление приходится на середину, и порой оно достигает более чем полутора тонн. Три тысячи фунтов давления. Это примерно то же самое, что носить на плечах взрослого носорога. Все это давление распределяется по командам, однако, когда схватка слабеет и рушится, центральные игроки находятся в серьезной опасности и могут получить травму. Однако, несмотря на все эти факты, ничто не удержит настоящих мужчин от участия в этой ломающей кости игре. Мы будем выходить на поле и сражаться все 80 минут, без остановок и без защиты. Это сумасшедшая игра. Продолжение следует...